Сегодня мы будем говорить, то есть открываем новую большую тему о подмене как распространенной в виде социальной практики. Но все мы знаем, что Демократический институт общества при помощи выборов и постоянной смены укоренились в обществе совсем недавно, поэтому по всей видимости не только убийство предыдущего властителя было распространенной древней практикой, но и его подмена. Поговорим это на подмене Петра Первого. Итак, постараемся в первую очередь понять, кем же он был на самом деле, если он не был сыном Алексея Михайловича Романова, откуда он здесь появился на русскую землю и какие негативные и позитивные моменты, вот эта так называемая подмена следовала. Значит, следовать я буду книжке главным образом такого замечательного русского историка, как Владимир Хруковенко. Мне мало удалось бы найти о нем какой-то информации, знаю, что он является одним из учредителей Можайского исторического общества, по всей видимости, поэтому живет где-то или во связке с городом Можайском. Значит, какова состоит наша гипотеза? Наша гипотеза состоит в том, что в определенное время Петр Первый был подменен, так же, как говорили, во все времена. Я в свое время читал книжку Петра Первого Алексея Толстого, и там эта тема проходила постоянно-постоянно в качестве рефрена. Ну, безусловно, образом она отторгалась. А отторгалась она по той простой причине, что эта тема, значит, тогдашняя официальная историография, она не разделялась ни в коем-то стопе. Есть и другие, большое количество людей говорили о подмене Петра Первого, ну, например, Фомен Космосовским известный, тоже написали об этом книжку. Сразу же скажу, что их точки зрения я не разделяю, потому что она выглядит фантастической по поводу того, что Петр Первый настоящий уехал с великим посольством два года под два в Европе, там его тихонько подменили. После этого он приехал сюда и стал здесь выдавать какой-то самозванец себя за Петра Первого, какой-то самозванец, непонятно какой. А и в это же время в Бастилье, во Франции появился человек с железной маской, типа, это и был настоящий Петр Первый. Но повод-то хороший заменить. Сам государь выезжает за границу. Да, но это невозможно. Как-то бы ни была у него охрана, он не может там оберечься, на самом деле. Ну, оберечься он не может, но другое дело, что если тебе привезут фальшивку, то очень сложно убедить местное автортомное население, что именно это тот самый Петр Первый. Так его, может быть, народ мало знал, такой ближайший круг каких-то там сановников. И тем не менее, и тем не менее, и тем не менее, это выглядит достаточно странно. Значит, Владимир Куковенко отстаивает противоположную точку зрения. Он считает, что в 1991 году, во время второго Семеновского похода, во время несчастного случая, настоящий Петр Первый погиб. Поскольку мы знаем, что он фактически отстранил царевну Софию, то есть его группа, возглавлянная Федором Юрьевичем Громадановским, отстранила в 1989 году при помощи бунта стрельцов, отстранила царевну Софию от власти и казнила, по большому счету, всех ее приближенных, то есть просто их физически уничтожила, то для этой группы, которая в тот момент власть была над Россией, смерть настоящего Петра Первого была равнозначна летальному исходу. Она была равнозначна летальному исходу по той причине, что они бы последовали тем же путем, каким до этого последовал глава Софьерской партии Матвеев. То есть он просто после длительных пыток каждый из них бы отдал богу душу, что называется. Поэтому для них ситуация была совершенно невозможна. Сразу хочется заметить, кем он был. Ясно, и это можно будет, потом я буду этот тезис доказывать вслед за Владимира Куковенко, что он не был русским по национальности, что, скорее всего, он был голландцем, и в конце нашего сегодняшнего собрания я это именно зову, кем он был. То есть Владимира Куковенко удалось вычислить и понять, кем он был, точнее, до имени и фамилии, когда он родился. Потом в Голландию поехал, да? Да, да, да. Вот, такова, значит, ситуация. И тут же, значит, сразу же оказывается, начинают происходить определенного рода чудеса. Ну, с первой очереди. После этого, значит, первый, уже 16 ноября, вдруг заболел морской болезнью, что, значит, вместо того, чтобы заниматься постоянно марсовыми потехами, перешел к Нептуновым. И его фактически в Москве нет. Он по месяцу, по два находится перед Ставницей-Зелеском на озере, и там типа строят флотилию. Здесь сразу же возникает большое рода разночтение, потому что, согласно современным историческим представлениям, значит, принято полагать, что впервые он начал строить вот эту эскадру на плече Мозыря, на котором мы все были. Как ни странно, при этом, вместо самого расположения Петра Первого мы не посетили. Да, мы прошли мимо него. То, значит, он там, то таким образом получается, что это не совершенно неверно. Почему? Потому что Владимир Лукавенко тут же нам показывает, что это представление о том, что с 89-го года там началась строиться вот эта самая эскадра, расстроена всего лишь на одном документе, на одном письме. И в этом письме буквенным, то есть обозначением записана дата месяц и день, когда оно произошло, с одной стороны. С другой стороны, оказывается, что рядом арабскими цифрами твердо приписано, в какой год оно произошло. То есть есть основания думать, что это была поздняя приписка. А это был единственный документ, на котором основывается, что флотилия начала строиться в 89-м году. И все основания думать, что она в 91-м году начала, она автоматически строится. Теперь давайте посмотрим на те факты, исходя из того, что Петр Первый был подменен группой, тогдашними властителями России, во главе с Федором Юрьевичем Ромадановским. И он был, по большому счету, голландец. Что это происходит? Какие факты мы знаем? Ну, в первую очередь, что здесь происходит? У него спустя несколько лет, допустим, умирает сын у Петра Первого. Он не появляется ни на его похороны, нигде его отпевания. Чуть позже у него умирает его мама. Он не появляется ни на второй, ни на девятый, ни на седьмой, ни на сороковой день. Вместо того, он хоронит какого-то голландского своего соподвижника. И тоже ни в коем случае не проявляется. Во-вторых, изначально Петр Первый служил в рейтерском полку. Почему? Потому что любая аристократия, она всегда была конной. После этого рейтерский полк распускается полностью. И вместо этого он записывается барабанщиком в качестве пехотинца в Преображенский полк. То есть превосходит такое ощущение, что первый вдруг разучился ездить на лошади. А в то время, когда был стрелецкий мятеж с Фергалией Софью, было известно, что он прискакал много-много километров и прискакал сам мальчиком еще. в Тройско-Северскую Сергееву Лавру. И там типа спасался. Он начинает резко менять подпись. До этого он писал Петрус. После этого он начинает писать по-голландски Петр. Вдруг, неожиданным образом, оказывается, что он в совершенстве знает голландский язык. Но мы можем спросить, может быть, он был настолько способный человек, и его изначально учили к голландскому. Но выясняется, что он после того, десятилетиями живя в Европе, не выучил ни слова ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки. Кстати, Юрий, я, допустим, где-то в интернете там, я не могу сказать сейчас, где, какой источник, какой сайт, но говорилось, что, в принципе, вроде интересовался, смотрел, вот там было сказано, что он знал английский, французский. Но вот это вот не так. Можно поинтересоваться, чему обучали старших детей. Какие канонические языки тогда были для знать его. Это было два языка, это был латынь и польский. То есть, Саверна София и все старшие дети, они знали и латынь, и польский. То есть, других языков они тоже не знали. А сын его знал немецкий, по-моему, и французский, то есть Алексей. Вот. Но фактов вот этих нет, что он знал какой-то другой язык. То есть, ни одного ни текста, ничего. Кроме того, значит, что мы имеем еще из этих документов? Значит, почему нам язык так очень интересен? Потому что есть, всегда очень интересно узнать, ликом смертельной опасности, на каком языке говорит тот и сам Детель. Была ли смертельная опасность у фальшивого Петра Первого? Была. Он приехал в Ахангск, после этого совершил знаменитое путешествие на Славки. И попали, вот выходя 120 километров, ну там 150 километров из Устье, Северной Двины, по Белому морю, налетел шторм. От него поморские мореходы, которые были, не скрывали, что по сей демости их просто разобьют. Что он скрывался как в это. Наконец, путем какого-то великолепного искусства местного капитана, да, значит, рулевого. И он был выведен в спокойное место, в бухту. И тогда Петр Первый, он же аристократ, а что делает настоящий аристократ? Он с детства умеет работать рубанком и в остальные местах, обучен столярному делу, безусловно. Он своими руками делает крест и пишет на нем, значит, надпись на голландском языке, что командор, что спасение на водах, значит, что крест поставил капитана Петра. Лето Христово 1694 года, то есть собственноручно. Пишет его на голландском языке. То есть человек, только что избежавший смерти, пишет на голландском языке и называет себя капитаном Петером. Не царем, не содержителем каким-то российским, не кем-то, а он называет себя просто капитаном Петером. То есть, находясь между собой на пресмертельной опасности, он почему-то пишет себе на голландском и те вещи. Значит, дальше, значит, язык он при этом знал блестяще. Известно, что когда он приехал в Саардам, он покупал ботик и торговался на голландском языке. Каким образом? Не зная по большому счету русского. Вот мне Стас в свое время обратил внимание мое, что я вообще считал, что язык русский, читая подлинники, что называется, Петра Первого, был очень корят, и до Пушкина такого не существовало. Стас вот обратил мое внимание на то, что другие-то соподвижники Петра пишут практически на русском литературном языке. Именно. А Петр Первый писал таким образом, что понять его практически было невозможно. То есть, такое ощущение, что он, в отличие от голландского, говорил на чужом языке. Значит, по поводу документов, значит, что мы имеем? Мы имеем странную совершенно вещь. Мы после Петра Первого, то есть примерно после 91-го года, у нас сохранилось несколько тысяч всяких подлинников, считающихся от Петра Первого. Ну, вместе с этим, с 88-го по 91-й год всего существует 14 подлинных писем. И 5-6 тетрадок, ну, то есть таких уроков, где он пытался обучаться математике, астрономии, чему-то еще. Люди, которые это дело подробно избирали, в том числе и Фоменко с Носовским, да, они говорят, что по способности к математике это просто от чистой воды дебил. То есть у него состояние было выполнено простейшие действия какие-то. А если мы посмотрим опять на письма, значит, 1972-го по 88-й год, по большому счету мальчик уже умел в тот момент писать и что-то, то нет ничего. Кроме того, Алексей Михайлович ввел такое правило, как подденные расписки. То есть каждый день царя записывался. И после его где-то с года так, с 72-го по 97-й год, эти подденные расписки для императора полностью отсутствуют. То есть они куда-то исчезли. После этого они опять появляются вновь. Дальше. Вот часто говорят по поводу того, что он очень любил море. Ну а с другой стороны, известные воспоминания по поводу того, что настоящий Петр Первый с детства страдал водобоязнью. Это настолько было принципиально, что когда видели мостик какой-то или что-то еще, речку переехать надо было, то делали большой круг всегда. И в друг стороны этот человек оказался, что блестяще плавает, очень любит море, очень любит морские корабли, особенно военные, и так далее, и так далее. А про водобоязнь, а откуда из каких источников? По-моему, об этом первый раз писал Номель. То есть это Голландец, который оставил подробное описание жизни Петра Первого. В частности, он провел следующее расследование по поводу его жизни в Саардаме. В Саардаме или Саардаме. Ну как-то там. Саардаме. Саардаме, Саардаме, Саардаме. Вот. Значит, вот такова ситуация. Мы видим, что с 91-го года, что товарищ Петр Первый, оказывается, что практически не появляется в Москве. Что полк с его друзьями-одноклассниками разпущен. Что всю жизнь он окружает себя людьми позлого звания. Ну, в частности, мы знаем, что Александр Нилович Мельшиков до конца своей жизни не умел его читать. То есть он был абсолютно безгромным человеком. И это ближайший его соподвижник. Он, имеющий возможность, Петр, выбирать себе любую из принцесс любого королевского дома, Европы на тот момент, женился на служанке Лефрианской, из которой сделал императрицу Екатерину Первую. И так далее, и так далее. Это можно без конца переделывать. Значит, ну как вообще это все возможно сделать? А можно сделать, чтобы был специальный закон по поводу того, что любому человеку, который говорил, что царь является подменным, смертная казнь. Любому человеку, который не донесет то, что Христос сказал, что царь подменный, опять-таки смертная казнь. Был создан специальный приказ, называется Преображенский тайный приказ. Он из чего вырос? В Севере Преображенском, где был Преображенский полк, был создан специального рода канцелярия, которая, по большому счету, занималась бухгалтерией Преображенского и Семеновского полка. И после этого сделали из него специальную тайную полицию. Но возглавлял ее понятно кто. Возглавлял ее, безусловно, у нас Федор Юрьевич Ромодановский. Очень интересно, мы вспоминаем о Федоре Юрьевичем Ромодановским, об их своеобразных отношениях. Мы знаем, что Федор Юрьевич Ромодановский носил святый титул князя Кеселя. Например, когда Петр уезжал в Великое посольство, то он оставлял Ромодановского на царство с титулом князя Кеселя. Интересны очень воспоминания, например, Нартова. Нартова это лично только Петра Первого. Что когда-то, значит, Ромодановский проезжал по Кореи, и ему повстречался Петр с Меньшиком. И они ему поклонились. Но с другой стороны, они не сняли шляпу. Он установил котлету, подозвал к себе карету. И сидя, отсчитал их, сказал, что делать за безобразие, что какой-то Петр Михайлов, это его псевдоним, перед ним, князем Кесарем, шляпу не снимая. Ты, мол, подлала звание. И это вот такая странная ситуация. Говорят, что это игра. Но эта игра продолжалась 25 лет. То есть, когда были еще у настоящего Петра Первого, значит, были между собой вот эти потешные игры, всегда одной армией командовал Ромодановский, куда как раз ходили Преображенский и Семеновский полки и остальные, и Ритарский полк Петровский, так называемый. А в другую, в которой входили стрельцы, там Батрулин командовал. И эта штука была чрезвычайно кровавая, потому что время первого Семеновского похода, вот в 90-м году, например, Петру Первому считается, что палило лицо, и несколько человек, отозвавшихся рядом гранаты, они, значит, были ранены. В тот же самый момент, когда, типа того, что, как Владимир Курменко настаивает, настоящий Петр Первый просто погиб, его ближайший соподвижник, один из князей Долгорукий, был убит. И существует об этом определенного рода Николу. То есть дело было чрезвычайно кровавое. Вот по поводу Федора Юрьевича Ромодановского. Чего он, считается, что был шутейный этот его титул? Ну, каким он мог быть шутейным? 25 лет продолжалась эта странная игра. Очень интересная победа от Полтавы, когда на троне выседал Ромодановский, и к нему пришли, значит, отчитываться о победе. Значит, о разгроме отступающей армии Карла отсчитывался Меншиков, значит, о победе над Лесной отсчитывался, значит, Петр. То есть тот сидел на троне, и те перед ним, как простые офицеры, таким образом отсчитывались. Это тоже чрезвычайно странное обстоятельство. Дело в том, что, значит, помимо князя Кесаря, Ромодановский занимал следующие посты. Он был главой преображенского тайного приказа, то есть тайной вот этой контрразведки, то есть ФСБ по нынешнему, да? Раз. Он был главой основного добытчика, одного из основных добытчиков валюты, то есть сибирского приказа. Он был, казалось бы, смешного такого приказа аптечного. Это нам сейчас кажется, что смешная фармацея, глупости какие. Но это на самом деле именно тот приказ, который отвечал за добычу, например, за изготовление пороха, из-за веке пушек. Вот это такая, вот эта странная вещь. Он был генерал-губернатором Москвы. Он был здесь крупным помещиком. В частности, ему здесь, ну, как Петр I в 2014 году подарил вот рядом с нами мызу в Ропши. Она, чем ему очень интересно, что потом она переходила из рук руки, поскольку его от Ромодановских просьб пересекся. И, значит, в ней был убит Петр III. А через некоторое время, уже тогдашний Лазарев, собственно, подарил ее Павлу I, через несколько дней был убит Павел I. То есть вот есть такая руина замечательная, если кто хочет, может на нее пойти посмотреть. Она сейчас абсолютно разрушена. Вот это первоначально, она была построена, это была личная мыза Федора Ивановича Ромодановского. Вот. И он занимал вот этот странный пост. И я хочу еще заметить, что он, почему, казалось бы, фальшивый Петр I не тронул царевича Алексея. А он был ближайшим родственником Ромодановского. Я сопоставлял простые факты. И вижу, что 28 сентября 1917 года, значит, умирает Ромодановский. И, значит, уже 16 октября этого же года выкрадывают Алексея Царевича Алексея из Вены и везут его в Петербург. Игорь, а как он был рассказать о Ромодановского? Каким элементом? Ой, там сложная вещь. Позже, значит, как это... Сложная вещь. Вот знаю, что у Ромодановского, например... Подожди, он был кем-то, кем-то, я твердо не помню, его и в Дакиле Пухиной был. Кем-то из родственников. То есть то ли был дядей приходил, то ли женат был на сестрах. Но позже они еще раз порогнились с Петром I. Дело в том, что его сын женился на сестре, сестры, по-моему, жены... Как бы... Нет, значит, у Ивана V был сын, да? И он был... Сын Ромодановского был женат на сестре жены вот этого сына. То есть соправителя Петра I. Вот так еще были. И через Лопухиных еще. Вот действительно, это странная вещь. Нам надо объяснить, почему Алексей Петрович так долго прожил, если у нас есть фальшивый. Если у нас есть фальшивый, значит, это царь. Вот он приходит, это такой факт, что Ромодановский просто-напросто не разрешал его уничтожить. Ну, в конце... Вы знаете, что в середине 19 века была... Ходила такая считающаяся с ними фальшивка, письмо к некому Титову от Румянцева, который говорил следующее, что они типа того, что там бутерлин и компания просто задушили подушками Алексея Петровича. Ну, считается, что это бы являлось фальшивкой. Но если кто-то будет, вот на основании моего рассказа и книжки Гукавенко, писать когда-то романтическую историю о приключениях Петра I, то есть фальшивого Петра I в России, то нам надо твердо понимать, что, скорее всего, Алексея замучили, ну, за его лично родителей, так называемые, и замучил. После этого объявили праздник об избавлении. И кутили, и пили, и делали, и что, и фейерверки пускали. После того, как у нас скончался, значит, Алексей Петрович Романов. Вот, такова она, значит, ситуация. Фактов таких нету счета. Теперь нам надо стало интересно понять... Так династия прервалась в итоге? Да, конечно. И потому Ир-1 был один, и Николай, допустим, второй там. Мы наблюдаем. Так она и так прервалась, но я с официальной точки зрения прервалась. Но она и специальная. Значит, теперь давайте посмотрим, постараемся понять, кто он был и как его звали. Здесь очень просто к этому делу Куковенко предлагает нам подойти. Мы знаем, что в это время были очень важны переговоры с Турцией, которые должен был везти Петр I. Но вместо этого он бросает все, и во время Великого посольства, всеми силами стремится в Зоодам, в маленькую деревушку на побережье. Никто не может понять такой странной тяги, потому что он плывет на корабле, и проезжает мимо Амстердама, и стремится в этот Зоодам. Значит, более того, он ночью даже плывет к нему на лодках. После этого он там одевает чисто голландский костюм и начинает посещать всех своих, какого он знал, представителей семей и друзей, которых у голландских плотников и всех прочих, которых он знал по работе в немецкой свободе в Москве. Ходит между ними, делает им подарки, но при этом совершенно явно выделяет одну семью, семью мужа, класса мужа. Еще до этого он посылает им, например, семь килограмм серебра еще по пути, вот этой вдове этого класса мужа, который погиб в Москве. Это странно, потому что самому поморскому лоцману, голлевому, который спас ему жизнь, подарили два килограмма. После этого он покупает судно и дарит ее здесь. При этом он чрезвычайно экономит, он сам себе готовит пищу. И он там живет, катается сам на буйере, сам катается сам на кораблике. Это кораблик, он хитряется, выторговывает. На него после этого долго обижается хозяин его дома, в котором он живет, потому что он мало заплатил. Это объясняется очень просто. Если он действительно был фальшивым, Петром Первым, из простого знания, он не мог еще к тому времени научиться среди деньгами, как предлагается коронованной особой. Вот такова наша, значит, ситуация. Коронованной особи не может никаким образом. После этого он уже через 20 лет привез туда Екатерину, чтобы она родила ему ребенка, именно там, в Саадане. Но ребенок умер в следующий день, к сожалению. Он второй раз привозит ребенка туда. Таков расклад. Если там не осталось каких-нибудь известий о том, что какой-то голландец местный довел себя в страну, выдавал себя за царя. Вот, но... Что он, наверное, в вас... Нет, он за царя себя не особо выдавал, но было понятно, что это царь. И Новомен, вот этот историк, он описал полностью все его путешествия. В честь фактов, дано, взянуто из его книжки. Как он там себя видел? Там полностью дан полный отчет, что он, например, у Муши в один и тот же день обедал дважды. Что странно, почему он семью класса Муша выделяет таким способом. И есть список людей, которые поехали из-за адамовских плотников и мастеровых, поехали в немецкую слободу. И совершенно ясно по возрасту и по кому-то еще, по тому предпочтению, которое он делает в семье Муши, что настоящее имя фальшивого Петра Первого это Ян Муш. Вот кто он был на самом деле. Поэтому, когда голландцы построили памятник Петру как плотнику, на самом деле, там одна из его христиан спросила, что ты тоже плотник, он сказал, да, я тоже плотник. Это можно сделать как шутку, отсылающую к Иисусу Христу, который тоже плотник, сын плотник, как плотник Иисус. Но можно точно так же сказать, что эта ситуация, она прямо противоположна, просто была реальным плотником. Почему выбрали именно его? Выбрали его, по всей видимости, потому что было определенного рода внешнее сходство. Мы вот со Стасом рассуждали над эту тему, и нам казалось, что вполне возможно, что сам Петр Первый, изначально, был необычайно высокого роста. Но с другой стороны, если он был необычайно высокого роста, их по единственному признаку, по высокому росту бы сопоставляли, то тогда получается, что кто-то должен был описать этого Петра Первого настоящего, он был высокого роста. Это никто не описал. Но вполне возможно, Стас здесь совершенно правильно заметил, что вот этот Ян муж был ну вот такого рода уродцем. Он был на 4 года младше настоящего Петра Первого, судя по всему. Он просто продолжал расти, вырос до своего двухметрового роста, позже уже. И что хочется заметить? Трудно сказать. У него появился тик, у него изменились полностью привычки, он как и был подлого звания, всегда окружался безграмотными, ужасными людьми, алкоголиками. Он ненавидел русских, ненавидел православия. Один его шутовской собор, что значит и чего этого значит. Вот такова общая концепция. Она показывает, что практика подмены, она возможна, казалось бы, да? Но она возможна при таких определенных вещах, когда у тебя вокруг престола собрано определенная круга людей, для которых гибель настоящего Петра Первого, то есть императора, ну тогда царя Вседержителя, оказывается летальна. Да? Чрезвычайно. Да не действительно, потому что когда Петр Первый, ну уже фальшив, болел сентереей, Лефорт, Викордон и все остальные готовили лошадей, готовы были убегать в тот любой момент, он бы погиб, и они должны были тут же исчезнуть и раствориться. Вот тогда. И при поддержке, тем более во главе ведущих групп народа, ну, во главе ведущих аристократов, то есть ведущих правителей государства российского на тот момент, подобного рода подделка была возможна. Ну, хочется заметить, что то, что произошло, выбирали-то просто случайного человека, по сути, хоть как-то способного, выбрали еще одеяда, конечно. Это выбрали полностью, это был просто тихий ужас. Ну, это просто джек-потрошитель и все вместе в одном лице, если характеризовать Петра Первого, великого нашего. Ну, например, он рубит голову Гамильтона, своей любовницы, после этого он берет и целует ее в уста. Как он любил рубить головы. Одна из самых его любимых этих вещей, это он выдирал зубы. Ну, ладно бы он выдирал зубы, он складывал их в специальный мешочек и выбрал их близко к сердцу и все довозил с собой. Он обожал анатомический театр. Когда он увидел отвращение у одного, посещение анатомического судья у твоих придворных, он заставил их зубами раздирать у трупа мускулы. И так далее, и так далее. Этому нету конца и нету предела. Он был удивительным трусом. Буквально за день до Панарвы, когда подходила армия Карла, значит, он бросил армию и сбежал. После этого началась, значит, известная Бонни, окончилась большим поражением России. То есть оставили на французского фельдмаршала. Ее точно так же. Он был, также был он блестящ под Гродно, когда я видел историка, который говорил, что он был гением. Блин, под Гродно, как? Получается, что он разработал такую гениальную операцию отхода. А правда состоит в следующем, что в Гродно была осаждена русская армия, в численности 23 тысячи человек, потом их стало 25 тысяч. 8 тысяч умерло от голода, 9 тысяч потом погибло в боях. То есть осталось несколько тысяч человек. Они бросили всю артиллерию и сбежали. А поскольку была тогда распутица, то получается, что, значит, армия Карла не могла их преследовать, не догнала их просто. Она довольствовала с пушками и всем прочим. Петр Первый всеми силами не давал в этой армии каким-то образом сразиться и воевать. Точно так же. Точно он был трусом еще к тому же. Полтавская битва продолжалась 40 минут. Когда мне рассказывают, что показывают квест на тельне, от которого отразилась пуля шведская и не попала в Петра Первого, это такая же история, как две амфоры, выловленные Путина во время его первого случайного погружения в море. Это вот точно такая же, совершенно неправдоподобно. Скорее всего, его нигде и там его не было. И это был ужас какой-то. Но что нам этот ужас кромешный сделал с Россией? И с той поры у нас появилась некая легенда, что всякие реформы, они всегда должны сопровождаться большими жертвами. Если у нас нет жертв больших, то у нас, значит, нет и реформ. И мы вот в этой самой парадигме до сих пор существуем. Именно Петра Первого подняли на щит именно благодаря Сталину. Но у Сталина были реальные заслуги перед Россией все-таки определенного рода. Но у Петра Первого их никаких не было. Кто говорит, что у него были реальные заслуги, тот совершенно неправ. Потому что давайте посмотрим по факту. Вот он отправляется в прутский поход. Отправляется в прутский поход, проводит какие-то странные свои действия, его армию окружают, после этого Екатерина выкупает, отдавая все свои драгоценности и всякое прочее. Значит, Турки готовы освободить, но после этого, значит, теряются все южные земли в России. Раз. Во-вторых, подписывается унизительный договор, прутский мир, так называемый, по которому должен быть, например, срыт Петербург, крепость. И это вот странный вопрос. Считается, что Петр выполнил все обязательства, кроме как срыл крепость Петропавловскую. Ну, может быть, она и была срыта, а может быть, ее как таковой и не было на тот момент. Был наш знаменитый Нейшанс. Группа была бы уничтожать Нейшанс и строить чуть-чуть и дальше новую крепость. Может быть, это глупо. Может, тогда он и был уничтожен фактически. Но мы твердо знаем, что город, в котором было, ну, говорят, 300 тысяч человек погибло, строя Петербург. Уже в Капитре Втором стоял без окон, без дверей, с провалившимися крышами, и ничего у меня не осталось. У нас действительно практически ни одного здания в современном Петровском доме до Бога не осталось. Это странно, но факт. Считается, что собор Доминики Трезины был построен, уже достроен телом умершего Петра. То есть он же был позднего периода. Вот, например, вот такая-то речь. И с 13 миллионов упало до 10, куча народу погибло. И с той поры мы вот так и думаем. Так вот, например, Гайдар полагал, что пусть во время реформы там сколько-то тысяч человек умрет. И мы находимся в этой самой парадигме, что мы всегда требуемся зверства. Если нет зверств, то нет реформы. Как мы в ней оказались? Это настолько в битву с молоком матери. А на самом деле какой-то голландский уродец просто был, ну вот, сумасшедшим. Он получил удовольствие от выдирания зубов, от пыток людей, и всяких этих прочих вещей. А в наше время-то есть же в версии, что Ельцин отменили? Да, я вот об этом буду когда-нибудь говорить, почему я эту тему так понял. Есть еще более такая сумбурная версия, что и Путина уже подменят. Ну это уже, это уже мухин пошел все тяжкие просто. Нет, ну там по ушным раковинам. Ну вот я на самом деле смегка посмотрел на ушные раковины Путина. Могу тебе сказать, что никто его не подменял, он один и тот же человек. А Ельцин? А Ельцин здесь вопрос очень сложный. Он же вроде умер в больнице там. В 86-м году, да? Ой, в 96-м. В 96-м году. Значит, сердечный приступ. Безусловно, активно использовались двойники. Вопрос по поводу того, что за этими двойниками было бы какое-нибудь живое существо, он остается открытым. Ну то есть, был Ельцин действительно за этими двойниками. То, что двойники были, это бесспорно. И то, что большое количество людей, значит, сомневались в этом, до сих пор помню вот это интервью какого-то 96-го года Кучму, его спрашивают, ну как вы, вы встретились с Борисовым Николаевичем Ельцином? Тот подумал, сказал, да, рад был встретить своего старого товарища Ельцина. Потом такая пауза. Бориса Николаевича Ельцина. Такого. Ну вот, и тоже вспоминаем, как он в Архангельске катался на качельках недалеко перед выборами. Катался на качельках активно. А после этого у него был, типа, говорят, инсульт, его никто не видел между первым и вторым этим, ясно, что ездил по городу по всей видимости двойник. Просто активно использовали двойники, это, конечно, без алимента. Был он или не был, я считал, что, скорее всего, какое-то там старое немощное алкоголическое существо, позади вот этих двух своих двойников, их, скорее всего, было два или три. Дождь-то же была. Он существовал. Он существовал. Который, собственно, как бы все организовал. Да, да, грубая, грубая. Он существовал, безусловно. Я это говорил. Но я для себя в свое время загадал следующим образом. Я загадал, проверим, мою правду. Значит, Путин не будет передавать фальшивого Ельцина Медведева. Вот я вот так для себя загадал. Поэтому за какой-то срок будет объявлено, что Ельцин умер. Если Ельцин умрет как-то за два, за три года передачи или останется при Медведеве и жить дальше, то по всей умности Ельцин настоящий существует. Если он каким-то образом погибнет или умрет какой-то такой срок между передачей власти, то это, скорее всего, фальшивка. И он действительно примерно за год до передачи власти Медведева было объявлено, чтобы изъяснить. Какая связь с передачей власти Медведева? Потому что такую бомбу, заложенную под престол, другому человеку Медведеву передавать не будут. Ну, странно было бы длить его. Притом, сколько я понимаю Путина, это очень мягкий, гуманный человек, не злобный совершенно. Поэтому ясно была ситуация, она такова, что смерть Ельцина назначала физическое уничтожение всех его двойников. Это не в правилах Владимира Владимировича Путина. То есть он бы до самого момента оттягивал их жизнь. Насколько я его понимаю. Может быть, я не прав. Поэтому я полагал, что Ельцина вот этот проект, если это фальшивка, его будут тянуть до той поры, пока это можно. Ориентировочно это примерно до года передачи власти. К сожалению, так и произошло. То есть ей цену примерно за год до передачи власти. Поэтому на этом основании я считаю, что Мухин мог быть все-таки прав. И действительно Ельцин скончался как-то совершенно внезапно. То ли во время первого-второго тура выбора 1996 года, то ли несколько позже. И не правящий тогда партии, примерно как для партии Рамадановского, для его смерти она же была тоже практически летальна. Ну, в связи этой группировки. Ну, как вот здесь быть. И было бы точно так же ситуация принята эту смерть не скрыть. Тем более, что компания двойников у него была. И она была уже развёрнута и она работала. Ещё раз говорю, что вот я эту по точку зрения долго не разделял, но я для себя вот эту проблему загадал. Вот именно хотел посмотреть, как будет происходить передача Ельцина новому президенту России. Вот она так и произошла, что передали форму трупа. Иначе никак. В том числе полагают, что нынешняя группа ни в коем случае не может отказаться от власти по той простой причине, что они нелегитимны. А всякие аргументы, что там по ушам, что-либо ещё, уши, голос, поведение, ну, там видишь, что в один тоже день тебе показывают грузного Ельцина, форма черепа, да, грузного Ельцина, с другой стороны такой точненький поджар Ельцин быстренько значит сыпал цифрами, фактами, всё обстоятельно было, сделал, то есть не похож на этого косноязычного дебила, каким он был последние годы по большому, на этого овоща по большому счёту. Ну, никак. И в этот же день вот это, вот эти все кети были. А Жаков же должен был знать это. Ну, так и знает, по всей видимости. Нет, есть же какой-то восстаник от Жакову, когда его сместили, но они там с восстанием там достаточно просто было. Ситуация была такова, что после первого тура выборов было ясно, что Ельцин проигрывает выборы и президентом Мусевич Кургнистан. Поэтому было две партии. Первая партия, она состояла в том, что эти выборы надо отменить и провозгласить ну, то ли по жизни, то ли диктатором Ельцина. А вторая партия говорила, ну, давайте мы это дело фальсифицируем, у нас все пройдет, все утрутся. Договоримся с Юганом и всем прочим. Вот это было, на мой взгляд, тогдашнее дело Ксеркса. Такое. Тем более, ребята, честно, которые политтехнологи, то есть Лисовский, Чубайси, остальные, которые занимались выбором, они не особо стеснялись, достаточно, наверное, запускали свою руку в этот карман избирательной компании Ельцина, выносили, ну, помните, эти коробки из-под Ксеркса. Вспомним, что Лисовский после этого построил сеть современных птицефабриков Москвы, то есть достаточно большие деньги там на это дело выделялись. Вот. Такова она была вещь. И вот это было так называемое восстание Кержакова. И эта группа победила, группа Чубайса. Березовского, кого-либо еще. Оказывается, что на самом деле Лизюганов и Ельцина не в одном доме жили. Ну, почему нет? То есть, они другим бы хорошо знали? Ну, не очень. И Кержаков долгое же время жил, они там мало с ним общались. Ну, жили, жили, жили. Ну, договорились, по крайней мере, за так. Ну, еще раз, для меня аргументом являлось только то, что Ельцина похоронили за год до передачи власти. И я, опять, я очень хорошо вспоминаю эти сутки, я просто смеялся. Где-то через год, годовщина первого президента России должна отмечаться, активно была, в три часа где-то по эху сказали, а, а знаете ли, что год назад умер Борис Николаевич Ельцин? Ведь тишина была, никто этого не замечал, это никак не отмечалось. Да, сказали, поехали, вас тоже заблажили. И никто не отмечает, типа, потому что столько учеников, что-либо еще. И потом уже часа через четыре, через пять вечера, как порвало, пошло, умер Борис Николаевич Ельцин год, ты-ты-ты-ты. Но это до трех часов дня фактически, это можно проверить, можно до трех, может до двух. Этого никто не замечал. То есть, это настолько является общепризнанным этим параметром, настолько это есть некое соглашение элит, что мы этого касаться не будем, что люди пропустили гробщину своего смерти. И только потом можно, для приличия это надо сделать. Поэтому вероятность того, что подмены происходят не только в далекие времена, времена Петра Первого, но и в настоящее время, она достаточно велика. Потому что, когда у нас, еще раз говорю, это распространенная практика. Когда мы хотим сменить власть, в демократическом учреждении нет выборов, нет непонятной процедуры, чего-либо еще, мы убираем предыдущего властителя. Иначе никак. Вот только убить можно. С одной стороны. А с другой стороны, когда ты хочешь сохранить власть, у тебя властитель почему-то умер. Мы придумываем фальшивку. Иначе никак. Если у тебя, поэтому это распространенные виды социальной практики получаются. Ну никак иначе не получается. Ведь демократические процедуры, это как ни странно, способ сохранить жизнь предыдущему властителю. А какие еще есть странные как бы властители на нашем престоле или в других местах, которые точно так же разъявляемы в том, что их подменили? Не могу сейчас сказать. Я вот этих двоих знаю из властителей особо. Ну, с Грозным какие-то есть проблемы. Ну, с Грозным это вообще мало чего понятно. Кто-то говорит, что это один царь, другой говорит, что их четыре разных. Что они как бы Иван, это просто-напросто... Всех царей тогда звали Иван. Либо Иван, либо Василия. Смерть династии, когда она прервалась роман Элогашид, это тоже там чуть ли не все понятно. Ну, да, да, да. Я же постоянно говорю про свою мечту. Покопаться в трупах Некрополя Петропавловского. Готов лично, да. Петропавловской крепости Некрополя. То есть, Петропавловский собор. Вот это вот. Не графил, что ли? Ну, нет. Я не как Петр Первый. Это он не графил. Мне кажется, что недостаточно смело Я бы подумал так. Был Петр, да? Он погибает во время вот этого Второго Семеновского похода. И вот подменяют инопланетяне. Но подмены не проходят. То есть, народ как бы не... Тогда Адмитяне подменяют зеленые дети. Тогда инопланетяне подменяют весь народ. Понимаешь, надо всегда рассматривать размеры, что весь народ подменят. А может быть, даже Петр остался тем же. А весь народ Да. Нет, я считаю, что это тоже очень возможная вещь. Это правильно, да. Именно поэтому Первый так русских ненавидел. Он же знал, что это народ подмененный инопланетянами. Согласись. Согласен, да? Да. Вот именно поэтому. Он еще не считал их людьми. И ты нам, например, объяснишь, что это на самом деле они не были людьми. Они были зелеными чуловичками с рожками. Поэтому он любил анатомический театр и так далее. Да, потому что... Интересно было, что у них... Нет, нет, нет. Это он наоборот. Он наслаждался, что есть люди. Что есть люди. Потому что хоть немного побыстрее людей, они все время вокруг этих рядом мерзких инопланетян. И носил кусочек человеческих зубов у сердца. Да, да. Это, кстати, тоже поправильно. Потому что это были настоящие человеческие зубы. Это не просто там каких-то инопланетных. Да, я согласен. Собородается лаз. Да, да. Все это было шоколево, да? С подмены метра. Ну вот факты, которые вот излагаются другим большим количеством исследователей, они, в общем-то, на мой взгляд, позволяют сделать, что подмена Петра Первого произошла. Вот она произошла. То есть вот такая практика. То есть народ это говорил с самого начала. С самого начала. Что он подменен, что царь ненастоящий. Он из Великого посольства и сам рубил голову это когда и стрельцов пытал. Почему? Потому что говорили, что его подменили. Воспыкнул бунт в 98-м году. Он вернулся и был отозван из Великого посольства. Так он сидел себе в Европе и наслаждался. Вот есть еще версия такая, я нигде ее не нашел. Говорят, что Пушкин видел этот документ. Пушкин видел, когда пытался писать историю Петра Первого. Что он подписал после Пруцкого похода, трещения от престола. Действительно, он после этого сидел в Баден-Бадене. И действительно, он страной практически не руководил. То есть, Романдановский так озверел, судя по всему. После этого, он просто засунул этого дебила на воды в Баден-Бадене, где он там существовал как-то. И до 17-го года Петр Первый фактически был опять отстранен от власти. Романдановский умирает и после этого он возвращается обратно. Вы поймите, какой бы дебильный, примитивный царь бы не был, он может быть шуторским исключительно царем, но свита у него всегда настоящая. Ведь вы обратите внимание, недавний случай, но вот у нас царь, то есть президент Медведев, был ненастоящий, но у него была настоящая свита. Это никуда не сделаешь. И поэтому даже от того, что произошло, и были определенного рода несчастья и разборки. Да, да, да. Свита-то у него настоящий, царь шутейный, царь может быть тупым голландским плотником, но свита у него будет настоящей. Она будет хитрой, жадной, жестокой, какой-либо еще. А если она с таким старым лисом, одним из высших аристократов, когда родился Петр Первый, Рамадан был специально установлен на праздник, куда были праздничные, произошло 10 аристократов, ведущих российских. В этом списке Рамадановский был на первом месте. Какой-то Рамаданский, фамилия Рамадана происходит? Не знаю. Я специально этим вопросом занимался, сейчас другой Рамадановский, глава нашей миграционной службы. Он все это дело сильно спонсирует, в смысле всевозможные исследования Ромадановского. Вот этого. Как же тот старинный это разве был Ромадановский? Ромадановский. Ромадановский. Это классное существо. Я специально этим вопросом поинтересовался и могу сказать, что его род пресекся достаточно быстро по мужской линии, то есть фамилия. Потом какому-то его захудалому родственнику передали его титул, то есть титул передали и этот род снова пресекся. А Менчиков живет в роде друг детства? Нет. Нет? Нет. Он значит был торговали ну какой у него родитель не было? Нет. Он торговал пирожками, потом забыл к Лефорту и после этого оказался при Лефорте в немецкой свободе стал денщиком Петра Первого. Взял он главным образом счеты в высокой степени невежества. Дикое конечно было казнократство. Конечно было. Но с другой стороны кто-то в их тандеме должен быть мужественным человеком не боявшись ни пули ни сабли и это был явно Петр Первый то есть это был Менчиков то есть Менчиков отличался судя по всему большую личную храбрость но освоить грамоту ему было не суждено считать он кое как научился получать деньги для взятки научился и кто его после этого называет лучшим губернатором Петербурга я вообще столицу обратно в Москву и все здесь пришло полное обнищение заходения вот всякая такая вот это такова истина и Петру Первому важно тоже понимать не удалось основать династию никак дети мёрли еще кто-то там нету капли его крови вообще нигде Романов и Романов тоже не везло а потом после этого Марш в Капитале смеял Петр Третий же но у нас же был еще и Салтыков ну это же как бы не доказано вот я и поэтому говорю что в Некрополе Петропавловской крепости я хочу покапаться у меня к этому Некрополе есть целый ряд вопросов ну это конечно было бы очень интересно да оказалось бы простая вещь да можно весь мир туристический поток увеличить два раза просто-напросто взять и покапаться в Некрополе покапаться еще в Архангийском соборе ну это параллельно конечно как тут без этого без этого быть ну такая вот вещь обきます большими probably с ame